Сегодня в резиденцию Аксарой президент Республики Узбекистан Ислам Каримов принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, прибывшего в нашу страну для участия в заседании Совета Министров иностранных дел государств, членов Шанхайской Организации Сотрудничества. В ходе беседы обсуждены состояния и перспективы многопланового узбекско-российского взаимодействия. Актуальные вопросы международной политики. Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства России, глава нашего государства высоко оценил итоги узбекско-российских переговоров на высшем уровне в Москве в конце апреля, которые, безусловно, будут способствовать всестороннему развитию двухсторонних отношений по всем направлениям. Я хотел воспользоваться нашей встречей для того, чтобы просить вас передать большую признательность Владимиру Владимировичу Путину за теплый прием, который был оказан делегацией Узбекистана. И я бы сказал, очень продуктивные переговоры, которые состоялись в Москве. Особенно та технология встречи, которая была построена Путиным, она настолько была неординарной. Мы вечером, встречаясь, не были ограничены во времени протоколом. Имели возможность выложить откровенные свои соображения практически по всем вопросам. Я вас здесь хотел, прежде всего, видеть с позиции того, как прошло только что завершившееся заседание Совета Министров иностранных дел. И поскольку СМИ, Совет Министров иностранных дел является основным предшествующим заседанием перед саммитом, оно и готовит последние поправки к тем или иным документам повестки дня. Наверное, у вас есть какие-то вопросы, которые бы не мешали нам обменяться мнением по этим вопросам. Уважаемый Ислам Владимирович, спасибо большое за возможность провести такую беседу и обсудить нашу повестку дня. Владимир Владимирович, мне дает самые добрые приветы. Он тоже от очень хорошего впечатления от бесед с вами в ходе вашей официального визита в Российскую Федерацию. Работы во всех форматах у нас хорошие осталось ощущение и по политическому диалогу, как его дальше развивать, и как развивать экономику, взаимные инвестиции. Мы рады, что увеличивается приток в Российскую Федерацию на наш рынок в вашей сельскохозяйственной продукции. Это заметно уже. И по вопросам, которые связаны с пресечением угроз в этом регионе, у нас существуют соответствующие канады взаимодействия. Мы все эти формы нашего сотрудничества очень высоко ценны. Я думаю, поздравить с прекрасным проведением Совета Министов иностранных иностранных организаций сотрудничества. Уже можно сегодня уверенно сказать, что практически все поручения, которые главы государства стремулировали год назад в Уфе, будут выполнены. Уже есть солидный пакет проектов и документов, которые будут представлены на рассмотрение лидеров через месяц здесь же, в Ташкенте. И, безусловно, сами будет исторически. Думаю, что Ташкентские саммиты, Ташкентские декларации, посвященные 15-й летию ШОС, будут действительно документами, которыми мы будем все руководствоваться на ближайшую перспективу. Как подчеркивалось, сегодня важное значение имеет реализация согласованных принципиальных договоренностей, прежде всего в торгово-экономической сфере, что позволит не только сохранить, но и увеличить объемы взаимной торговли в условиях непростой мировой экономической конъюнктуры. Стороны подтвердили заинтересованность в совместной реализации новых инвестиционных проектов по производству конкурентоспособной и востребованной продукции в рамках соглашения об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества на 2015-2019 годы. Руководитель МИД России выразил глубокую признательность президенту нашей страны за теплый прием и возможность для обмена мнениями по двухсторонним отношениям ключевым вопросом региональной и международной повестки дня. В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями и по другим перспективным направлением углубления узбекско-российского сотрудничества.